всем привет меня зовут марина и мы с вами находимся на канале о вязании сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень красивые и простые слитки ну или укороченные носочки свои сейчас носочки слитки я буду вязать в мастер-классе из пряжи alize в тайм метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 200 метров по составу 75 процентов супер вош и у нас получается 25 процентов полиамид и смотрите данную пряжу для нашего мастер-класса предоставил нам интернет-магазин пряжа точка су также интернет-магазин пряжа су дарит скидку 5 процентов на ваши будущие заказы по промо-коду который подпишу вам сейчас на экране ссылку на интернет-магазин пряжа су я вам оставлю ниже в инфобоксе также оставлю прямую ссылку на вот данную пряжу такая пряжа она может быть как однотонная так и секционные поэтому там вы можете присмотреть для себя понравившиеся вам расцветки пряжи вязала свои носочки и я на круговых спицах 3 миллиметра способом magic loop вязала я эти носочки от мыска то есть вот здесь вначале я набирала петли делала расширение петель на мыске после чего вывязывала длину носочка далее пятку бумеранг резинку и закрывала резинку я с помощью иголки в мастер-классе эти носочки слитки я вязала на размер ноги где-то 36 37 но в любом случае смотрите если вам нужны эти короткие носочки на какой-то другой размер ноги отрегулировать мы это можем просто провязав вот эту часть полотна от мазка до пятки большее количество рядов в процессе вязания каждый провязанный участок я вам измеряю в сантиметрах поэтому здесь вы уже ориентируетесь именно на нужный для вас размер ноги и вяжем длину этого полотна то количество рядов которое вам необходимо мастер-классе я также говорю что если к примеру у вас нога широкая то вот здесь изначально когда мы делаем прибавки на мыске мы можем сделать на несколько петель больше эти прибавки так чтобы вот эта часть у нас была шире к примеру если вы будете вязать из другой пряжи и вы вообще не знаете сколько примерно вам нужно делать этих прибавок для этого я рекомендую связать образец просто обычные лицевой гладью дальше мы должны высчитать плотность вязания то есть сколько у нас получается петель в одном сантиметре после чего мы измеряем окружность нашей ноги вот здесь где-нибудь в широком месте где у нас идет большая косточка в районе пальцев так измеряем ширину нашей ноги и дальше ширину ноги мы умножаем на плотность вязания которую мы должны рассчитать тем самым мы рассчитаем сколько мы должны прибавить петель вот после вывязывания мыска и дальше вяжем также получается основную часть носочка после чего вывязываем пятку резинку и закрываем петли края слитки получились очень красивые мне очень понравился и вот способ набора петель на мыске я вам подробно показываю для меня это такой новый способ и то как я вывязывала пятку бумеранг тоже вязала такую пятку я в первый раз вот именно таким способом также очень осталась довольна результатом поэтому друзья надеюсь вам нравится данные носочки слитки вы сейчас вместе с удовольствием свяжите их вместе со мной поэтому берем пряжу готовим спицы и приступаем к вязанию вязать свои слитки я буду на круговых спицах способом magic club и я беру спицы круговые диаметром 3 миллиметра набирать петли мы будем не совсем обычным способом поэтому смотрим внимательно вначале мы с вами должны сделать одну петлю то есть я беру нить вот таким вот образом перекрещиваю образуя петельку так вот идет наборный кончик нити и нить от моточка теперь на одну спицу я вот вставляю эту спицу в петлю снизу вверх захватываю нить и вынимаю эту нить через петлю получаю одну первую петельку теперь мы две спицы складываем между собой так внизу у нас идет петля которую я только что набрала и начинать вязать мысок я буду из 20 петель 10 петель у меня должно располагаться на одной спице и 10 петель на 2 спицы поэтому относительно петли которую мы сейчас с вами вот набрали мы должны сделать 10 витков то есть тоже количество витков сколько у нас должно располагаться петель на одной спицы и вот относительно этой первой петельки я делаю вот первый виток пальчиком аккуратно придерживаю и делаю второй виток 3 4 5 6 7 8 9 и 10 виток то есть вот 10 витков расположена на двух спицах теперь я наше вязание вот таким образом должна развернуть так чтобы наши кончики смотрели сейчас в правую сторону так ниточку я придерживаю то есть я как бы начинаю вязать уже ряд вот я беру наше вязание теперь мы должны с вами вытащить нижнюю спицу образовав петлю и из лески то есть вот наши спицы я вытаскиваю ее так чтобы у нас шла петля и из лески с одной вот или с другой стороны и сразу сейчас я буду приступать к вязанию первого ряда или это будет считаться нулевой подготовительный ряд из сделанных витков мы сейчас будем провязывать лицевые петли то есть вот идет наша первая петля из второго витка я провязываю вторую петлю 3 4 5 6 7 8 9 и вот идет наша 10 петля 10 петель я провязала теперь вот я аккуратно подвигаю петли на вот нашу вторую спицу то есть вот часть петель вот с этой стороны я только что провязала вязание я снова разворачиваю так чтобы наши кончики спиц смотрели в правую сторону снизу у меня расположена то спица которую я только что провязала так теперь смотрите нижнюю спицу которую я провязала я вот вытаскиваю образуя петельку и из лески петли подвигаю вот на край нашей вот верхней спицы и на этой верхней спицы мое вязание начинается с петли которую я набрала смотрим внимательно петлю эту я сейчас должна снять и просто можем ее распустить пальчиком эту ниточку наборную я придерживаю нить вот идет наша основная отма . и я сразу приступаю к вязанию петель на 2 спицы то есть вот я провязываю лицевыми петлями одну петельку вторую третью четвертую пятую шестую седьмую восьмую девятую и вот у меня идет десятая петля все это считается что мы с вами набрали петли и вот получили такой вот нулевой установочный ряд провязали то есть на каждой спице у меня сейчас расположено по 10 петель и теперь мы с вами будем вязать наше полотно круговыми рядами начиная вот сейчас с первого уже ряда после того как все петли у нас набраны и вот провязаны мы сейчас с вами будем делать прибавку так чтобы наш мысок расширялся в одну и во вторую сторону поэтому снова вот снизу у меня расположена та спица которую я провязала то есть на этой спице вот здесь в конце расположена последняя провязанная петля соответственно нижнюю спицу я вынимаю образуя петельку и из лески и приступаю к вязанию первого ряда первую петлю я сейчас провязываю лицевой и сразу после первой петли я должна прибавить одну петельку прибавлять петли я буду из протяжек которые расположены между петельками то есть вот идет протяжка между петлями эту протяжку мы сейчас одеваем вот смотрите на спицу так чтобы короткая стенка этой протяжки вот в начале ряда располагалась за работой после чего вот за заднюю короткую стенку поднятую протяжку я провязываю лицевой петлей и далее все остальные петли на первой спице я провязываю лицевыми не довязывав последнюю петлю так как сейчас вот здесь перед последней петлей так вот мы с вами также должны сделать прибавку снова поднимаю протяжку которая расположена между петлями и сейчас эту протяжку мы должны одеть так чтобы короткая стенка вот располагалась перед работой вот она идет наша короткая стенка задняя стенка вот расположена за работой теперь за переднюю короткую стенку поднятую протяжку я провязываю лицевой петлей и последнюю петлю на первой спице я также провязываю лицевой петлей это я провязала в первом ряду петли только на первой спице и сделала прибавку в начале и конце нашего этого ряда сейчас точно также мы будем провязывать петли и на второй спице это мы еще с вами вяжем получается 1 круговой ряд то есть вот эту часть петель я провязала здесь вот расположена последняя провязанная петля нижнюю спицу я вытаскиваю образуя петельку из лески и вяжем получается первый ряд на второй спице первую петлю провязываю лицевой также в начале ряда мы должны поднять протяжку между петлями и вот поднимаю протяжку так чтобы короткая стенка располагалась вот за работой далее за заднюю короткую стенку поднятую протяжку провязываю лицевой петлей и все остальные петли я сейчас провязываю лицевыми не довязывав последнюю петлю в конце ряда в конце одна петля осталась здесь также мы должны сделать прибавку между петлями вот поднимаю протяжку одеваю эту протяжку так чтобы короткая стенка располагалась перед работой после чего вот за переднюю короткую стенку поднятую протяжку провязываю лицевой петлей и последнюю петлю ряда я провязываю лицевой петлей снова наше вязание мы разворачиваем чтобы кончики вот наших спиц смотрели в правую сторону снизу у меня расположена вот спица которую мы только что с вами провязали смотрите вот здесь идет наборный кончик нити а здесь идет начало нашего ряда для наглядности где-нибудь ближе к этому краю мы можем повесить маркер этот маркер у нас сейчас будет обозначать начало ряда мы с вами провязали первый ряд сделали прибавки приступаем к вязанию второго ряда прибавлять петли мы будем через один ряд поэтому во втором ряду я сейчас буду провязывать просто все петли лицевые то есть сначала провяжу петли лицевые вот на первой спице далее провяжу лицевые петли на второй спице лицевая подвигаю спицу вот здесь к краю вязание разворачиваю нижнюю спицу я сейчас вытаскиваю образуя петельку из лески и на второй спице во втором ряду я также провязываю просто все петли лицевые и это я сейчас довязываю второй ряд в следующем третьем ряду мы с вами снова будем делать прибавление петель в начале и конце ряда на каждой спице поэтому снова нижнюю спицу только что провязанную я вытаскиваю и вяжем третий ряд первую петлю снимаю далее поднимаю протяжку между петлями и эту протяжку вот я одеваю так чтобы короткая стенка располагалась за работой в начале ряда за заднюю правую стенку поднятую протяжку провязываю лицевой петлей и все остальные петли я провязываю лицевыми не довязывая в последнюю петлю на первой спице когда остается последняя петля на первой спице поднимаю протяжку и и вот так чтобы короткая стенка располагалась в конце ряда перед работой и за переднюю короткую стенку поднятую протяжку провязываю лицевой петлей последнюю петлю ряда также провязываю лицевой это я прибавила петли на первой спице в третьем ряду теперь я буду прибавлять петли на 2 спицы в третьем ряду это мы вяжем третий круговой ряд и здесь первую петлю провязываю лицевой поднимаю дальше протяжку и поднятую протяжку провязываю лицевой петлей далее провязываю сейчас все петли лицевые и перед последней петлю я также вот поднимаю протяжку и за переднюю короткую стенку поднятую протяжку провязываю лицевой петлей последнюю петлю ряда провязываю лицевой и это я провязала сейчас третий ряд и в этом третьем ряду я прибавляла петли следующем четвертом круговом ряду мы прибавлять петли не будем здесь мы просто сейчас четвертый ряд провяжем по кругу до конца провязывая все петли лицевые таким образом я буду сейчас делать прибавление петель через один ряд до тех пор пока на каждой спице у меня должно быть по 22 петельки если у вас нога широкая то можете прибавлять эти петли до 24 петель вязать скажем так основную часть носочка к примеру не из 44 петель как буду вязать я а из 48 петель моем случае я сейчас буду делать прибавление петель вот по следующей схеме то есть это относительно одной спицы на спице 1 у меня было 10 петель в первом ряду я сделала прибавление и этих петель у меня уже стало 12 2 четный ряд я просто провязала лицевыми петлями и в третьем ряду я снова делала прибавление петель и на каждой спице у меня уже располагалась ну вот в данном случае уже 14 петель сейчас мы с вами вяжем уже четвертый ряд и этот четвертый ряд провязываем все петли лицевые то есть таким образом я сейчас буду делать прибавление петель когда на одной спице ну и соответственно на 2 у нас будет расположена 22 петельки последний вот 12 ряд я провяжу лицевыми петлями то есть все петли по рисунку и встретимся с вами в начале 13 ряда начиная с 13 ряда я приступлю вывязывать основной узор на нашем следке и так вот я провязала всю необходимую длину мыска ориентируясь в первую очередь на количество петель которое у меня должно располагаться на спицах на спицах у меня расположена 22 петли то есть вот я по данной схеме которую вам показывала провязала сейчас получается 12 рядов и сейчас мы с вами приступим к вязанию основного узора на первой спице на этой первой спице будет идти верхняя часть нашего следка и на 2 или вот нижние спицы будет идти подошва которую я буду вязать лицевой гладью скажу сразу что рисунок я подбирала вот именно исходя из количества петель которая у меня расположена на спицах раппорт узора у меня будет равен 5 петлям плюс 2 петли для симметрии узора если к примеру вы набирали вот здесь на мыске большее количество петель вот как я к примеру говорила 48 петель то есть так чтобы на каждой спице располагалась по 24 петли то начинать и заканчивать вязание мы можем не из 2 изнаночных петель которые мы с вами будем провязывать а с 3 изнаночных петель это именно только по краям это вот что касается в пределах разницы 1 2 петельки ну а я сейчас относительно начала ряда приступаю к вязанию первого ряда основного узора и сейчас в этом первом ряду я провязываю 2 петли изнаночных 3 петли лицевых и вот 5 петель которые я провязала и есть раппорт нашего узора в ширину дальше этот рапорт я буду повторять провязывая 2 петли изнаночных 3 петли лицевых 2 петли изнаночных 3 петли лицевых в конце ряда 2 петли изнаночных 3 петли его то лицевых и остаются 2 петли симметрии которые мы провязываем вот как 2 петли изнаночных этому провязали первый ряд на первой спице и вот видите вязание у нас начинается и заканчивается с 2 изнаночных петель ну вот если у вас петель больше ну вот на 2 то можно чтобы по краям у нас шло 3 к примеру изнаночных петли в середине нашего полотна по 2 изнаночных петли то есть вязание я сейчас разворачиваю и сейчас я буду провязывать петли подошвы на этой спице на протяжении всего вязания я буду провязывать просто все петли лицевые то есть я получается сейчас провязываю 22 лицевых петли на 2 спицы и это мы довязываем до конца первый круговой ряд так лицевая вязание я снова разворачиваю и приступаю к вязанию уже второго ряда на вот этой первой верхней спицы относительно начала ряда у нас будет вязаться узор и вяжем второй ряд нашего узора 2 петли изнаночных 2 петли лицевых и третью лицевую петлю я снимаю не провязывая нить рабочую оставляя за работой дальше раппорт этого узора я буду повторять провязывая 2 петли изнаночных 2 петли лицевых одну петлю снимаю не провязывая нить рабочую оставляя за работой 2 изнаночных петли 2 лицевых одну лицевую петлю переснимаю нить рабочую оставляя за работой в конце ряда 2 изнаночных петли это я провязала второй ряд на первой спице вязание вот разворачиваю вот нашей второй спицей вверх и теперь довязываю второй ряд провязывая все петли лицевые на второй спицы то есть наше полотно вяжем круговыми рядами лицевая лицевая я довязала до конца второй круговой ряд подвигаю петли краю и сейчас мы с вами будем вязать третий ряд здесь мы вяжем узор поэтому в третьем ряду я сейчас провязываю две петли изнаночных 2 петли лицевых одну петлю переснимаю нить рабочую оставляя за работой то есть третий ряд узора у нас сейчас будет вязаться точно так же как мы с вами провязывали и второй ряд 2 изнаночных петли 2 петли лицевых одну петлю снимаю нить рабочую оставляя за работой 2 петли изнаночных вязание разворачиваю на вот ту часть где мы вяжем подошву и вяжем получается до конца 3 круговой ряд провязывая вот на подошве все петли лицевые до конца ряда лицевая довязала до конца третий круговой ряд сейчас мы будем приступать к вязанию четвертого кругового ряда и здесь в начале ряда мы провязываем 2 петли изнаночных и вот идут 3 лицевых петли сейчас мы будем делать перекрещивание петель перед работой на правую спицу подхватываю третью петлю то есть это та петля которую мы переснимали на протяжении вязания двух предыдущих рядов аккуратно 3 петли теперь снимаю получается с левой спицы и на левую спицу за работой возвращаю обратно первую и вторую петлю то есть вот наши петли мы меняем местами и делаем перекрещивание получается с наклоном в правую сторону то есть наша переснятая петля вот во первых сейчас расположена уже впереди с наклоном в правую сторону после того как петли мы поменяли местами мы сейчас должны этих 3 петли провязать лицевыми петлями то есть вот первая лицевая петля 2 и 3 лицевая петля раппорт узора в ширину один раз я провязала дальше этот рапорт я повторяю провязывая 2 петли изнаночных вот делаю перекрещивание петель с наклоном правую сторону то есть перед работой на правую спицу подхватывают третью петлю 2 петли вот я вернула обратно за работой на левую спицу петлю с правой спицы я возвращаю также на левую спицу вперед и теперь мы эту петлю должны провязать лицевой но так чтобы эта петля была не перекручена поэтому вот моем случае за переднюю правую стенку эту петлю я провязываю лицевой плюс еще 2 лицевых петельки и вот я уже провязала 2 раппорт узора в ширину так мы сейчас довязываем 4 ряд сначала на 1 спицы делая перекрещивание петель с наклоном в правую сторону то есть вот петли меняю местами и далее провязываю 3 петли лицевых в конце ряда 2 петли симметрии я провязываю как две петли изнаночных и вот вязание я снова разворачиваю на вот нашу подошву и на подошве в четвертом ряду я сейчас провязываю просто все петли лицевые до конца ряда лицевая лицевая и вот смотрите после вывязывания маска мы с вами сейчас провязали 4 ряда 4 провязанных ряда и будут являться рапортом нашего узора в высоту далее наше вязание снова будет повторяться с первого ряда то есть мы сейчас в первом ряду 2 раппорта вяжем сейчас вот две петли изнаночных 3 петли лицевых и дальше вязание повторяю провязываю 2 изнаночных петли 3 петли лицевых все смотрите таким образом мы сейчас должны дальше самостоятельно вывязать всю необходимую высоту или длину нашего слитка по передней части мы вяжем узор который равен четырем рядом которые вот мы с вами по петельным вместе провязали здесь на второй спице мы вяжем просто обычную лицевую гладь то есть это у нас будет идти подошва и таким образом смотрите вот идет наш следочек мы вяжем эту долину до вот здесь примерно щиколотки когда до вяжем до вот здесь щиколотки или вот большой косточки мы с вами сразу приступим к вязанию пятки бумеранг сейчас самостоятельно я вывяжу эту долину далее подключусь измерю провязанный вот этот участок в сантиметрах посчитаю сколько у меня получилось это провязанных рапортов и вместе с вами мы приступим к вязанию пятки и так я провязала всю необходимую высоту моего слитка и здесь смотрите от мыска всего у меня провязано 10 рапортов узора на данном этапе я сейчас буду приступать к вывязыванию пятки начале мы измерим провязанный участок в сантиметрах то есть вот в ровном не растянутом виде длина от спицы вот до мыска равна ну вот смотрите получается 15 сантиметров и вот смотрите если я примерю заготовку моего слитка на ногу то есть вот у меня осталось фактически вырезать только глубину этой пятки ну или вот чисто вот так вот визуально я довязала до вот середины наши вот здесь ноги то есть примерно до большой косточки то есть вот таким образом сейчас выглядит заготовка на манекене закончила вязание я провязав вот ровно 10 рапортов узора то есть сейчас я приступаю вот по этой верхней части вязать одиннадцатый рапорт узора то есть я продолжаю вязать узор на первой спице вот по узору у меня сейчас получается я буду провязывать 2 петли изнаночных 3 петли лицевых 2 петли изнаночных 3 петли лицевых это мы вяжем петли на первой спице вывязывая узор когда мы вот довязали до 2 спицы на этой второй спице я сейчас начну формировать пятку на этой спице у меня сейчас всего расположена получается 22 петли теперь это количество петель которая расположена на подошве мы должны разделить на три части при этом чтобы 1 и 2 боковая часть у нас были равны одинаковому количеству петель в моем случае сейчас это получается 7 петель 1 боковая часть 8 центральных петель и 7 петель 2 боковая часть теперь приступаем к вязанию пятки вяжем первый ряд сначала мы с вами сейчас вот провязываем все петли лицевые пятку мы будем вязать не круговыми а поворотными рядами и вот все все эти петли я провязываю лицевыми не довязывая до конца ряда последнюю петлю лицевая остается последняя петля эту петлю я тоже провязываю лицевой петлю и сразу вязание разворачиваю вот на изнаночную сторону с изнаночной стороны я первую петлю снимаю и теперь беру нашу нить перекручиваю на обратную сторону так чтобы эта петля у нас стала двойной то есть вот наша петля и я хорошенечко ниточку вот натягиваю получаю двойную петельку и теперь провязываю этот ряд с изнаночной стороны провязывая все петли изнаночные осталась последняя петля и и также я провязываю изнаночной петлей так вязание я сразу сейчас вот разворачиваю получается на лицевую сторону с лицевой стороны первую петлю я снимаю и нить перекручиваю теперь на себя также чтобы у нас образовалась такая двойная петелька хорошенечко мы эту нить вот натягиваем и с лицевой стороны вяжем ряд провязывая все петли лицевые теперь мы эти петли будем провязывать лицевыми до двойной петельки то есть до той петли которую вот мы как бы перекручивали образуясь две стеночки петли то есть ну вот в данном случае до последней петли я буду вязать все петли лицевые внимательно смотрим лицевая петля и вот идет наша петля с двумя стенками двойная такая петелька как только мы довязали до этой двойной петли мы сразу сейчас связание будем разворачивать на обратную сторону и первую петлю с левой спицы я снимаю и также эту нить перекручиваю образуя еще одну двойную петлю перекрутила двойную петлю получила и теперь с изнаночной стороны провязываю все петли изнаночные снова до двойной петельки так и изнаночная и вот наша идет двойная петля которую вот мы перекручивали довязали до двойной петли и сразу вязание мы разворачиваем на обратную сейчас лицевую сторону двойная петля первую петлю снимаю и снова перекручиваю нить вот здесь на себя образует двойную петельку и теперь с лицевой стороны я провязываю все петли лицевые снова до двойной петли так лицевая петля и у нас уже в конце ряда идет 2 двойных петельки то есть до двойной петли 1 по порядку я довязала сразу вязание разворачиваю на изнаночную сторону первую петлю снимаю так и нить перекручиваю здесь с изнаночной стороны от себя образуя вот в данном случае уже третью двойную петлю и с изнаночной стороны я провязываю снова все петли изнаночные до двойной петельки так изнаночная и изнаночная здесь вот у нас идут 2 двойных петли довязала до 1 двойной петельки вязание разворачиваю сейчас на лицевую сторону с лицевой стороны первую петлю снимаю нить рабочую перекручиваю на себя образуя из этой стороны уже третью двойную петлю и теперь снова провязываю все петли лицевые до двойной петельки то есть таким образом мы сейчас вывязываем эти укороченные ряды до двойной петельки довязали до двойной петли вязание развернули и снова образовали двойную петельку так мы вяжем до тех пор чтобы у нас в центре вот в моем случае должно остаться 8 одиночных петель и по краям должны располагаться вот 7 петель двойных то есть 7 и 7 двойных петелек с учетом вот деление нашего полотна на три части и так смотрите я закончила вязать сейчас укороченные ряды на том моменте когда смотрите с одной боковой части у меня получается вот раз два три 4 5 6 7 7 двойных петелек с другой стороны 1 2 3 4 5 6 7 7 двойных петель и в центре у нас идет 8 одиночных лицевых петель сейчас я этих 8 петель провязала лицевыми петлями то есть до двойной петельки и все мы на этом заканчиваем сейчас вязать наши укороченные ряды теперь мы этих 7 петель с этой стороны будем провязывать лицевыми петлями я это буду делать вот за переднюю стенку этих двойных петель то есть вот за переднюю стенку двух этих петель я провязываю 2 петли вместе то есть это вот наша именно двойная петля 1 и 2 за переднюю стенку петель я провязываю 2 петли вместе 2 вместе петли 2 петли вместе 2 петли вместе так это я сейчас довязала получается если мы вязание перевернем до нашей первой спицы там где мы вяжем основной узор сейчас мы будем провязывать ряд вот с этой стороны вывязывая узор то есть мы здесь сейчас но вот в моем случае я вяжу второй ряд узора и здесь я провязываю 2 изнаночных петли 2 петли лицевых одну петлю переснимаю 2 петли изнаночных 2 петли лицевых одну петлю переснимаю так 2 изнаночных петли в конце ряда и это я довязала до нашей снова пятки с этой стороны пятки у нас идут также двойные петли и эти двойные петли вот здесь именно с этой стороны мы также будем провязывать как две петли вместе лицевой то есть вот двойная наша петля и только их мы здесь провязываем лицевой петлей за заднюю стенку петель 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку и опять две петли вместе лицевой петлю и за заднюю стенку петель так все 7 раз я провязала по 2 петли вместе и теперь довязываю этот ряд до конца провязывая остальные петли просто обычными лицевыми петельками так это я провязала получается такой подготовительный ряд теперь вязание разворачиваю вот здесь на верхнюю спицу и сейчас я должна провязать просто два ряда провязывая все петли по рисунку ну то есть здесь на верхней части я продолжаю вязать узор провязывая ну вот сейчас получается 2 изнаночных 2 лицевых одну петлю переснимаю и на 2 спицы где у меня идет подошва я провяжу все петли лицевые далее в следующем получается ряду я буду делать вот это перекрещивание петель и на второй спице провяжу лицевые петли то есть два ряда провяжите самостоятельно так как мы вывязывали вот здесь всю длину нашего носочка слитка и так вот я провязала два круговых ряда вывязывая на подошве лицевую гладь и вот сверху я вывязывала узор то есть вот я сейчас полностью закончила вязать 11 раппорт узора сейчас мы с вами будем приступать к вывязыванию второй части пятки и если мы сейчас с вами посмотрим это на готовом слитке то есть вот мы сейчас довязали до данного момента сейчас мы будем вязать вот эту часть пятки на нашей верхней спицы там где мы вяжем узор мы сейчас получается вяжем как бы уже первый ряд но вот в данном случае получается 12 раппорта и соответственно здесь мы провязываем 2 петли изнаночных 3 петли лицевых 2 изнаночных петли 3 петли лицевых я провязала петли с первой спицы вязания разворачиваю на ту часть где мы вяжем пятку и теперь опять же наши петли мы должны разделить на три части я сейчас для наглядности повесила маркеры 7 петель 7 и в центре у меня идут 8 петелек вяжем вторую часть пятки и здесь получается первую петлю провязываю лицевой далее вот провязываю все петли лицевые вначале до 1 маркера маркер перебрасываю на правую спицу далее идут 8 центральных петель этих 8 центральных петель мы сейчас будем провязывать лицевыми петлями провязала 8 центральных петель после чего вот этот именно второй маркер мы сейчас можем убрать дальше мы должны захватить одну петлю от боковой части то есть вот здесь остается 7 петель одну петлю я провязываю лицевой от боковой части и сразу вязание разворачиваю на изнаночную сторону первую петлю я снимаю и вот эту одну петлю я также сейчас перекручиваю образуя двойную петельку после чего все остальные петли до маркера я провязываю сейчас с изнаночные стороны изнаночными петлями я довязала до маркера маркер этот также сейчас уже можно убрать и от второй боковой части у меня также расположена вот здесь 7 петель одну петлю я захватываю вот от боковой части провязываю изнаночной и вязание я сразу разворачиваю на лицевую сторону эту одну петлю я снимаю и нить рабочую перекручиваю на себя образуя двойную петельку после чего провязываю сейчас все петли лицевые до двойной петли сейчас вот смотрите идет наша вот двойная петелька эту двойную петлю мы сейчас сразу будем провязывать то есть эту двойную петлю с лицевой стороны за передней стенки петель я провязываю вот две петли вместе лицевой петлей плюс я еще должна захватить одну петлю от боковой части или за ней я сразу разворачиваю на обратную сторону и теперь с этой обратной стороны с изнаночной одну первую петлю я снимаю нить рабочую перекручиваю от себя образуя двойную петельку и теперь с изнаночной стороны провязываю все петли изнаночные до двойной петли так изнаночная и вот идет наша двойная петелька эту двойную петлю мы должны провязать изнаночной петлей но для того чтобы петли легли красиво и ровно мы смотрите вставляем вот правую спицу в эти две петли вот как бы с обратной стороны вот таким вот образом то есть изнанка лицо с лицевой стороны вот так я вставляю за эти две петли спицу и эту петлю провязываю вот и изнаночной плюс еще одна петля изнаночная вязание разворачиваю на лицевую сторону то есть вот только что провязанная петля и петелька это лежит красиво и ровно первую петлю снимаю нить рабочую перекручиваю на себя образуя двойную петельку и все остальные петли с лицевой стороны я провязываю лицевыми до двойной петли так лицевая и вот идет двойная петелька с лицевой стороны за переднюю стенку этих петель я провязываю сейчас две вот петли вместе лицевой петлей плюс еще одна лицевая петля от боковой части то есть тем самым смотрите у нас сейчас будет увеличиваться вот эта центральная часть и петли боковых частей у нас будут уменьшаться вязание разворачиваю на изнаночную сторону первую петлю снимаю нить перекручиваю от себя образуя двойную петельку и все остальные петли до двойной петли я провязываю с изнаночной стороны изнаночными так и изнаночная и вот идет наша двойная петелька с изнаночной стороны мы эту петлю провязываем вот таким вот образом вставляя во первых за работой и вот как бы вот снизу вверх вот таким вот образом спицу в эти петли и сразу вот эти две петли провязываю изнаночной петлей то есть вот наша петля лицевая с лицевой стороны лежит ровно и правильно плюс еще одна петля изнаночная вязание разворачиваю на лицевую сторону с лицевой стороны первую петлю снимаю нить рабочую перекручиваем на себя образует двойную петельку и все остальные петли и я провязываю снова лицевыми с лицевой стороны до двойной петли так двойная петля за переднюю стенку петель я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей плюс еще одна лицевая петля таким образом сейчас движите вторую часть пятки самостоятельно то есть у нас сейчас вот от этих боковых частей не должно остаться совсем петелек и так смотрите вот мне буквально несколько последних рядов осталось провязать то есть вот с изнаночной стороны я уже захватываю последнюю петельку вязание разворачиваю вот на лицевую сторону здесь в конце ряда у меня уже идет тоже последняя двойная петля так здесь петлю первую снимаю образуя вот двойную петельку перекручиваю эту петлю на себя с рабочей нитью и далее провязываю сейчас все петли лицевые это со стороны подошвы до вот нашей последней двойной петли в конце ряда так смотрите лицевая лицевая и вот идет последняя двойная петля эту двойную петлю я сейчас провязываю вот лицевой петлей за переднюю стенку и фактически мы с вами сейчас вырезали вот эту нашу вторую часть пятки так теперь на данном этапе смотрите что мы делаем если вы хотите связать не короткие слитки а более длинные носочки из вот этого же количество петель у меня на спицах 22 и 22 петли мы можем продолжать вязать вторую часть нашего к примеру носочка по задней части после вывязывания пятки мы можем также вывязывать узор но у меня эти носочки идут короткие поэтому я сейчас сразу приступаю к вязанию резинки резинку я буду вязать один на один поэтому как только мы закончили вязать вот вторую часть пятки я вот на нашей верхней этой спицы 1 приступаю сразу вязать резинку один на один провязывая вот по порядку одну петлю лицевую одну петлю изнаночную лицевая петля изнаночная так я вяжу петли сначала на верхней спице провязывая вот одну изнаночную и одну петлю лицевую так у нас лицевая изнаночная лицевая и изнаночная так и мы с вами сейчас будем провязывать резинку один на один на 2 спицы но здесь у нас вот этого края еще идет двойная петля поэтому вот у меня по рисунку эту двойную петлю сейчас как раз получается нужно провязать лицевой петлей то есть вот за заднюю стенку петель обычно вот я провязываю 2 этих петли то есть это у нас идет одна двойная петля 2 вместе лицевой петлей хорошенечко здесь этот стык подтягиваю и дальше продолжаю вязать резинку изнаночная лицевая изнаночная петля лицевая лицевая и под в конце ряда последняя изнаночная петля начинали вязать резинку мы с лицевой петли закончили вязать резинку мы изнаночной петелькой теперь для наглядности и для удобства подсчета вот здесь где-нибудь на лицевую петлю сразу под спицей я повешаю маркер для того чтобы нам удобно было подсчитать провязанные ряды резинки и все начиная сейчас со 2 ряда я буду провязывать все петли по рисунку вывязывая резинку один на один лицевая изнаночная петля лицевая и изнаночная петля таким образом провязывая по кругу все петли по рисунку мы должны вывязать всю необходимую высоту этой резинки в моем случае высота резинки равна 10 провязанным рядам вы можете провязать эту резинку и повыше здесь уже этот момент на ваше усмотрение и так вот я провязала необходимую мне высоту резинки сантиметрах 10 провязанных рядов равняется но вот смотрите где-то примерно трем сантиметрам теперь закрывать петли края буду с помощью иглы поэтому нить мы оставляем по длине и этот кончик нити мы должны одеть в иголку с большим ушком сейчас смотрите я буду закрывать петли и здесь мы внимательно должны обратить внимание на следующий момент что у всех моих лицевых петель правая стенка расположена вот перед работой а у изнаночных петель правая стенка расположена за работой это очень важно так как если к примеру вы вяжете петли не бабушкиным способом как я а классическим то у вас это расположение петель будет другим но сейчас опять же скажем так если более просто подходить к этому моменту если вы сейчас посмотрели у вас стенки петель расположены по другому то можно быстренько эти петли переснять так как я сказала начинается вязание у меня с лицевой петли первый раз в лицевую петлю иголку я буду вставлять сейчас вот сверху вниз или с лица на изнанку но для наглядности на первую лицевую петлю мы сейчас за верхнюю правую стенку повешаем маркер он нам в конце пригодится и сразу вот я иголку вставляю в первую лицевую петлю вот с лица на изнанку и эту первую петлю я сразу снимаю изнаночную петлю я пропускаю и смотрю именно на лицевую петельку в лицевую следующую петлю иголку я вставляю вот справа налево и аккуратно ниточку мы сейчас затягиваем это я прошила сейчас две лицевых петли между собой с лицевой стороны так и сразу иду на обратную изнаночную сторону с изнаночной стороны если мы посмотрим у нас также начинается вязание с лицевой петли теперь с изнаночной стороны мы также будем соединять две лицевых петли между собой в первую лицевую петлю иголку я буду вставлять с изнанки на лицо то есть внутри у меня идет изнанка снаружи лицо и вот с изнанки на лицо вставляю иголку в первую петлю и эту петлю я сразу же снимаю изнаночную петлю пропускаю и именно в лицевую петлю после изнаночной с изнаночной стороны иголку вставляю справа налево это мы прошили сейчас две лицевых петли с изнаночной стороны иду на сторону которая идет у нас ближе ко мне к лицевой стороне лицевая петля первая вот она у меня идет иголку я вставляю с лица на изнанку петлю снимаю изнаночную петлю я пропускаю и вот в лицевую следующую петлю с лицевой стороны иголку вставляю вот аккуратно справа налево и ниточку мы вот затягиваем это мы прошили 2 лицевых петли между собой с лицевой стороны и я сейчас переворачиваю вязание изнаночной стороной к себе то есть также наше вязание начинается вот с лицевой петли иголку я вставляю с изнанки на лицо петлю снимаю так дальше изнаночную петлю я пропускаю и следующую лицевую петлю иголку вставляю справа налево и аккуратно мы эту нить затягиваем и сразу идем на лицевую сторону первая лицевая петля с лица на изнанку вставляю иголку петлю снимаю и в лицевую следующую петлю пропустив изнаночную иголку вставляю справа налево так еще раз идем сразу на изнаночную сторону лицевая петля с изнанки на лицо вставляю иглу петлю снимаю изнаночную петлю пропускаю и следующую по порядку лицевую петлю иголку вставляю справа налево таким образом я сейчас буду закрывать все петли этого края то есть вот у нас будет идти вот такой вот аккуратный красивый фабричный край и так вот я закрыла все практически петли последние петельки давайте закроем с вами вместе то есть на спицах у меня осталось всего две петли лицевая петля в первую лицевую петлю по порядку с лицевой стороны иголку я вставляю с лица на изнанку и эту петлю снимаю и теперь пропустив изнаночную петлю мы с вами должны вставить иголку вот в дорожку из лицевых петель это наша первая петля которую мы отмечали маркером и в эту петлю иголку вот я вставляю сейчас справа налево ниточку аккуратно затягиваю и сразу иду на изнаночную сторону с изнаночной стороны это у нас идет последняя петля также лицевая если по изнанке мы смотрим на эту петлю иголку я вставляю получается с изнанки на лицо петлю снимаю спицы откладываю так дальше вот этот изнаночный промежуток я пропускаю и вот дорожка идет следующие из лицевой петельки и вот за крайнюю стенку лицевой петли я вставляю сейчас иголку справа налево ниточку аккуратно я затягиваю маркер этот мы можем уже убрать и вот фактически мы с вами закрыли петли края вот такой вот аккуратный край у нас сейчас с вами получился теперь что мы делаем дальше мы наши следки выворачиваем на изнаночную сторону так и вот эти все кончики которые здесь у нас есть но вот у меня их буквально здесь получается два кончика я сейчас спрячу по изнаночной стороне и вот после того как по изнаночной стороне мы спрячем кончики наш следочек будет полностью готов маркеры эти мы убираем так и сейчас я пойду следок по стираю ну во-первых после стирки полотно станет более мягким эластичным петли будут более ровными красивыми и аккуратными то есть вот так мой следок сейчас смотрится на блокаторе но вот я его еще не стирала так как если из блокатора снять он у нас будет смотреться вот так то есть не совсем в презентабельном виде а первый вот следок я уже постирала ну и маркер я тоже могу здесь уже убрать поэтому друзья я иду стирать свой второй следочек надеюсь данный мастер-класс был для вас полезным и понятным подписывайтесь на канал ставьте пальчик вверх этому видео всем спасибо за просмотр и всем пока пока